Я запомнил откровение одному человеку. Я не только для смеха, который... Не думайте, что я хочу вас сказать. Я говорю о верности Божьей, друзья. Если вы поймете эти примеры, сейчас мы будем молиться, чтобы предстать пред Господом, чтобы Дух Святой что-то сказал тебе. Может быть, ты еще где-то далек от познания Божьей, считаешь себя молодым или юным, но что-то Бог сегодня приготовит для тебя. Точно так, как там, в одной комнате, где очень пытался выйти молодой человек, его по внешнему виду видно было, что он увлекся этими стихиями мира. У него, знаете, на голове была такая прическа, такая рыба посредине, и причем зеленого цвета. Я с трудом запомнил это немецкое предложение «Усвайсконтроль». Он что-то пытался, показывал, что ему куда надо. Я говорю, не ксворштейн, не ксворштейн. Я понимал, что он хочет уйти, но от лица Господнего не нужда его заставляла. И когда трюльм было слово, Сосуд подошел и простянул руку к нему. И тот, что говорил Дух Святой, звал его выйти из света обновления. Выйди в света обновления. А потом сестра рассказала видение. Говорит, вижу. Этот молодой человек надел на одну ногу лыжи, а на другую коньки. И не может двигаться. На лыжах и коньках это совсем разные инструменты. Ты не сможешь двигаться. И когда свет Божий в благодати начал изливаться, он пал пред лицом Господнего. Это произошло на последнем служении, друзья мои. Там 10 дней мы были. Все время он ходил кругами. Оно на Слово Божие работало. Это простое откровение. И когда, вы знаете, в них такой принцип, когда молятся, и кого-то касается Бог, они выходят наперед и плачут. И вот смотрю, пошел. Криво никуда не делось. Свет, он не исчез. Но в сердце произошли перемены. Он вышел, упал, а потом в кафель. И когда он начал плакать, появилась лужа. А вокруг него подошло еще, наверное, душ пять молодых ребят. Обняли его. И так громко начали плакать. Просто рыдать все. И весь зал начал плакать. И тогда этот служитель, вот Игорь, позвал меня, и говорит, иди сюда, поумолимся. Когда мы начали молиться, он начал говорить что-то с ним. Говорит, нам надо пойти на исповедание. И он переводил мне это исповедание. Вы знаете, с чего начал этот молодой человек? Он сказал, братья, сестры, спасибо, что вы пригласили меня на это молодежное собрать. Я не хочу больше на лыжах и коньках. И я больше не могу. И я знаю, что Бог ко мне проговорил в таким простым случаем. В таким словом, я хотел и туда, и туда. Какие-то увлечения, психи и мира. Все эти моды, это есть психи и мира, увлечения. И он пошел на это. Вы знаете, но мы начали призывать того, кто пролил кровь свою на Голгофском кресле с имя Иисуса Господа. Мы все плакали, и не все понимал, не успевал переводить этот прозвитер церкви. Но когда ушел этот молодой человек, он снова пошел наперед, перед зал, поднял торжественные руки. Слезы были, но в этом были слезы радости. И снова вышла еще больше группа молодых людей. Обнялись в большой круг и лиховали от присутствия Божьей благодати. А мы стояли там, в стороне, обнялись с этим братом Игорем. И он говорит, Саша, если бы ты знал, какие ствердословия, он говорил, когда, по слову твоему, я пошел позвать самых худших. Он просто выталкивал меня с комнаты. Но я ему говорил, самый многодетный папаша города Марганца преодолеет две тысячи километров, чтобы ты пришел на то, чтобы предстать пред Господом там, на этом молодежном выезде. И он послушал и пришел. А дальше сделал Бог. Слава ему. Он проговорил очень просто. Он показал то откровение, что нам, в нашем понимании, думаю, нам надо таким, таким, за черствелом может быть сердцем какое-то особое слово. А Бог, как ребеночка, сказал, не можешь идти на лыжах и на коньках. Эти увлечения, эти стихи мира он не колебляет порой веру. Мы не обращаем внимания на этот призыв. Праведник верою жив будет. Оцените кровь Сына Божьего. Оцените работу Духа Святого, когда мы предстоим пред Богом. Может быть, далеко уделиться, ты удалился от народа Господнего. Ах, друзья мои другие, видит вас Бог, видит и постирает свое благоволение. И на это сегодняшнее молодежное собрание слава Иисусу Христу. И когда эта благодать, разлитая миру, он отуходит до наших сердец. Он знает, что тебе сегодня надо. Надо оценить жертву Сына Божьего Иисуса. И тогда в праведности, которая от Иисуса, ты начнешь иметь веру в горчичное зерно, но Бог тебя поведет дальше. Он тебя не попустит с руки своей. Его тлань, пронзена за тебя и меня. Но эти пронзены и тлани, он готов поддерживать сердца вполне преданную ему. И вот в этой вашей молодости, когда над меня посвящает, сердце гордыня какая-то, насилен Бог говорит на этом сегодняшнем служении, я стучу в твое сердце. Я пришел здесь и мирно, тихо, стучу в твое сердце. Преклонимся еще в твое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok